Участники музыкальной команды TV Love's You, гости рубрики Живой Звук. Александр Хлевцов выяснял, почему они всюду носят с собой телевизор. Живой Звук. Здравствуйте, друзья и подруги. Сегодня в рубрике Живой Звук группа TV Love's You. Привет, ребята. Привет. Я смотрю, вы с собой принесли еще одного участника группы. Ну, это наш символ, наш друг. Талисман. Скажите, как вы придумали название? Название придумали сначала по-русски, потом перевели на английский, или сначала придумали на английский, а потом перевели? Мы просто сидели, играли в акустику дома. И вот с ним построили монитор, что придумали TV Love's You. Как-то так вышло спонтанно вообще. Правда? Да. Это никто не помнит на самом деле. Гуглили, нет, смотрели? Есть такие группы? А, нет такие группы. А давно играете? Ой, это очень сложный вопрос. Мы... Вообще, когда появилась группа TV Love's You, прям как она сейчас есть, то есть на английском языке, со всеми участниками, то, что мы сейчас делаем, это, наверное, прошлый год, ну, начало. То есть вы сегодня и вообще поете на английском, да? Какую сегодня будете исполнять песню? Ой, сегодня будем играть песню Blinded. Это была одна из первых песен, которую мы написали именно на английском языке. А кто пишет текста имени? Текста пишу я обычно сначала на русском, потом перевожу на английский, потом... Потом текста проходит редактуру. Да, классный. Сложный процесс. Просто получается что-то. За ваше существование группы было какое-нибудь самое важное мероприятие на данный момент? Даже не вспомним сейчас. Участвовали в фестивалях, в конкурсах? Ну, живой звук. Да, кстати, мы игрок. Что-то там выиграли, да? Севрог? Да, Севрог, победили. Это все так. Я очень люблю на самом деле фестивали. Просто на фестивале это оценка групп и их сравнение. Я не понимаю, как можно сравнивать. Это же музыка. Самый долгий промежуток времени, который не играл музыку? Ну, месяц, наверное, когда Алексей был в Англии. Желания не было бросить там, не знаю, там... Ой, бывает. Почему? Почему возникает такое желание? Ну, все равно же. Это волнообразно все. То есть, иногда у тебя получается, ты протираешься от того, что делаешь, а бывает наоборот. То есть, все кажется плохим. Ты думаешь, так, может, ну и... Ну, потом все равно приходишь к этому. То есть, в шестом классе я услышал первый раз там песню «Лифиум» группы «Нирвана». Все. Вот она музыка. Самое главное, на самом деле, вот получать кайф от того момента, когда ты играешь, когда ты чувствуешь себя частью группы, когда что-то получается, действительно, вот в этом вот все, на самом деле. Кто-то говорит о целях. А вы следите за модой вообще? Ну, так. За модой в чем? Так, музыке. В одежде, например. В одежде. Ну, всегда хочется как-то выделяться, выглядеть, не знаю, не обязательно модно. Почему ко мне? А музыкальная мода? Ну, это тоже имеет место быть, потому что, так или иначе, бывает такое нашествие, когда люди слушают одно направление, да, бывает другое. Но, опять же, если ты делаешь что-то хорошо, если ты хорошо играешь блюз, почему нужно это делать в 60-е, да, когда можно это делать сейчас? Сейчас уже практически заканчивается 2011 год. Какое музыкальное направление, на ваш взгляд, сейчас, вот в этом году доминировало? Я думаю, что ты типа современного рок-н-ролльщика такого, аля Битлз. Хотя, ну, мне кажется, что просто нужно сделать эту грань между игрой в клубах и записей. То есть, очень хочется сделать что-то и мощное, почему могут танцевать люди, там, пропираться на концертах, радоваться этому, делать что-то сложное, в духе радио хэд, скажем, или портишь хэд. Вот, и это, мне кажется, могут оценить и в России даже. То есть, концерты, на самом деле, ты вот сейчас разделяешь конкретно записи концертов? Да, очень сильно. То есть, на концерте нужен драйв, а на записи не только драйв важен, но еще и что-то такое сложно. И как это совместить-то? Делать стоит там. Делать стоит там? В одной песне или в несколько? Нет, в разу. В разу. На вашей пластинке будущей сколько будет треков? Девять. Девять треков. И все на английском языке, на русском, да. Русский, да. У нас есть одна мысль, есть один хороший трек, который мы хотим просто оставить, просто мы его либо переведем, перепишем текст. Один из практически первых наших треков, наверное. Его запишем тоже, наверное, или нет. Ну, мы скоро это узнаем. Девять треков. Девять треков. Живой звук.